и флюид не просчитывается. То есть перед рендером желательно делать кэш для того, чтобы если вдруг у вас слетит рендер, и вы захотите продолжить где-то с середины, вам не придется заново все вот это перепросчитывать. Вы можете продолжить с того момента, с которого начали, и не будет никаких ступенек, то есть оно продолжится так же. Если кэш не делать, то есть с 50-го кадра у нас получится каждый раз разный результат у флюида. Так, взрыв готов. Теперь давайте сделаем простой ленд для него. Для этого я буду использовать plane. Поставлю plane, увеличиваю его размеры, и увеличиваю, получается, его subdivision, чтобы у меня было много полигонов, примерно на 100. И теперь с помощью скульптинга я могу сделать некие неровности под ракурс камеры, чтобы у меня было ощущение, что это где-то в поле, например. Ну, грубо говоря. Также назначу текстуру на этот plane. Так, сначала я выставлю ракурс камеры, с которой у меня будет рендериться флюид. Думаю, вот такой ракурс будет посимпатичнее. Делаем букмарк, либо создаем новую камеру. Тут как вам удобнее. New Bookmark. Теперь я могу, получается, под этот ракурс сделать некие неровности на фоне. Захожу в скульптинг, и здесь у меня есть, получается, кисточки. С помощью этой кисточки я зажимаю клавишу B и среднюю кнопку мыши я меняю радиус этой кисточки. И теперь я могу так вот выдавливать поверхность. Так, если ничего не происходит, нужно открыть Tool Settings и увеличить мощность этой кисточки. Тогда мы увидим, что можно вот так вот провисовывать. Можно сделать еще больше, побольше радиус. И вот такие добавляем некие холмики, чтобы у нас горизонт был такой неровный и появился такой небольшой ландшафт или террин, как в Линте называется. В принципе, где сам взрыв, можно сильно не добавлять, чтобы не делать Enclose для того, чтобы он реагировал на поле. Так, я думаю, этого будет достаточно. Сейчас возвращаемся на ракурс камеры. В целом, вот здесь, я думаю, можно чуть-чуть приподнять, чтобы не видно было границ. Назначим текстуру на этот plane. Ground Texture. Seamless. То есть, чтобы текстура репетилась и не было швов, вы ищете ее как Seamless. То есть, это бесшовная текстура. Это позволит вам сделать такой очень качественный ленд. Так, ну, я думаю, можно взять вот такую. И, я думаю, можно ее скачать. Ну, не факт, что она Seamless, но можем попробовать поработать с ней. Как назначить текстуру на объект? То есть, мы создаем материал, делаем Assign New Material. Так как Ground у нас, в принципе, без бликов, мы используем обычный ламберт. Удалю историю, нажму вместо Color File и назначим тот файл, который мы сейчас скачали. Нужно включить отображение текстур. И теперь, чтобы Ground не был таким крупным, нужно делать репет этой текстуры, то есть, чтобы у нас репет по U и V был вот такой, мелкий. Плюс еще можно сделать Mirror U и Mirror V, чтобы у нас не так сильно было видно швы, либо Staggered. Если у вас текстура бесшовная, то швов вообще не будет видно. Можно еще дальше, даже больше сделать. Так, окей, небольшой Land мы добавили. Следующее, что можно добавить, можно сделать HDRi текстуру вместо неба. До этого мы использовали Arnold SkyDome Light, но вместо цвета можно использовать HDRi текстуру. Обычно я эти текстуры нахожу в PolyHeaven. Это классный сайт. Здесь текстуры, в принципе, очень качественные. Этот сайт бесплатный. Отсюда вы можете даже Ground найти. В принципе, можно поискать текстуру Ground. И, то есть, подбирайте какое-нибудь небо. Небо можно выбрать даже какое-нибудь пустынное, так как у меня пустыня. Можно использовать фильтры, например, Outdoor. И подобрать... Подобрать красивое подходящее небо под вашу композицию. Можно даже без земли, просто такой Sky. Я думаю, мне вот этот очень хорошо подойдет. Скачиваем в формате HDR. Можно не 4К, можно 2К использовать. В целом это не критично. Так, скачав этот файл, мы сейчас его назначим вместо iSkyDomeLight, вместо Color. iSkyDomeLight нужно хорошенько увеличить, чтобы у нас... Он был шире всего флюида. Так, я думаю, уже скачалось. Можем выбрать файл, который мы сейчас только что скачали. Так, теперь его надо повернуть так, чтобы у нас под камеру подходил нужный ракурс. То есть здесь не совсем красиво получается, его можно развернуть. Вот. И у нас получился передний план и задний план очень красивый. И плюс идет отсюда освещение. Поэтому Directional Light, я думаю, можно пока скрыть и попробовать отрендерить то, что у нас получилось. Так, свет у нас идет оттуда, и тень падает, получается, сюда. Но ракурс в целом хороший. Можем попробовать еще развернуть. Смысл HDRI текстуры в том, что солнце, которое на этой HDRI текстуре, становится источником освещения. И плюс вот этот свет от неба, он тоже освещает дополнительно объект. Плюс, если вы будете ставить какие-то объекты с металлической поверхностью, HDRI текстура будет отражаться на ней. То есть это дополнительное качество для вашего рендера. В целом вот этот ракурс, наверное, будет нормальный. Дальше, что вы можете настраивать у этого флюида? Настраивать его, получается, цвет. Можем вернуться в Attribute Editor и в Shading. И здесь уже начинаем подбирать так, чтобы он смотрелся симпатично. То есть сделать его светлее можно. Но это, наверное, сильно светлый. Попробуем вернуться в серый. Ой, кто этого был красивей. То есть с помощью Color вы можете регулировать на его степень черноты, можно так сказать. Также можно поработать с incandescence, то есть подвигать вот эти вот параметры немного. Но уже сейчас он выглядит, в принципе, как взрыв. Достаточно нормально. И я думаю, можно оставить. Как только вы будете довольны результатом, вы нажимаете дальше на рендер. То есть Render Sequence. Собираете картинку. Можем дождаться сейчас один кадр и посмотреть на само качество текстуры. Спасибо. 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok 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 коробочку в центр, а оно по центру коробочки ориентируется. Я знаю, в чем моя проблема была в прошлый раз. Я неправильно повернула в флюид-контейнер. Надо было развернуть его вот так, чтобы он расширялся в ту сторону и метился. Ладно. У меня осенило. То есть, получается, вот этот контейнер, то, что у нас внизу, вот этот резолюшн отображается, его можно развернуть на 90 градусов, и тогда он будет метиться вот так вот, в ту сторону. И тогда у нас, возможно, температура сработала правильно. Выключено. Она вообще не работает с полом. То есть, она всегда там нет. Как он делал температуру и включение, если бы он выключил. Возможно, он как-то ее включил, но забыл. При монтаже срезал, да. Но, чтобы работала температура, как здесь, надо включать Dynamic Grid, то есть, на температуре. И на fuel, и на heat. Ну, да. Так тоже делали. Она очень долго питает. Я не знаю, что делала. Потому что там у температуры самой температуры. Нет. Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю, что я не знаю, что просто по центру сделал, и прям так, как в слове она говорит. Ну, да. Так тоже делали. Или с constant z. Минус z, по-моему, да? Я просто по центру. По центру? Вместе. Иногда это, потому что она утропична будет. А когда по центру он расширяется, выглядит свет смещается. Вначале он встретится прям в центре портала, а потом он смещается к мосту. Это не классно. Лучше, чем просто поглядеть. Это более тяжелее. Следующий теториал вот этого взрыва на корейском. Пусть в языке на корейском. Причем все понятно. Я не знаю, почему и как это работает. Но это понятно. Ну, да. По интонации сразу видно, что там происходит. Но это лучше, лучше, чем на хинди. Вообще, по-моему, очень много туториалов именно от индусов. по-моему, я не знаю, по-моему, по-моему сейчас youtube добавил этот коклон если я ввожу запрос на русском у меня даже английские туториалы но у них получается заголовок переведены на русский а хотят все весь контент на английском говорят то есть youtube сейчас как но в целом то есть если пройти на канал кто создал этот оригинальный туториал у него очень много интересных туториалов именно вы фиксу там если глубже посмотреть но прокрутить и огонь и бифрост он тоже хорошо показывает то есть бифрост плагин он более такой качественный то есть если встроенные флюиды и партикулы они иногда бывают такие замыленные их сложно настраивать то бифрост это получается уже более качественная версия тех же самых партикулов флюидов эмиттеров но на них очень мало туториал на бифрост да и нет они тяжелее ресурсоемки для компьютеров то есть он получается нагружает большую систему у нас последняя лапка будет бифрост ликвид то есть с помощью ликвида можно создавать воду симулировать там и здесь есть даже вот фоам это пена то есть можно сделать симуляцию волны моря но у меня я пробовала делать у меня компьютер просто завис и ничего не смог сделать но выглядит все очень красиво так но в целом у нас не получился довольно такой качественный вроде бы здесь тоже есть такие тени то то есть если вы включите у флюида текстурс то есть текст текст инкадесцент и текст репасити то есть перлин нойс он дает вот такие вот дополнительные такие завихрения которые сложно сделать с помощью симуляции так но в целом мы часть отравили один квадратик можно еще поменять освещение попробовать поднять лэнд что сейчас одна из самых художник на игровых движках всякие анимации, как в фильмах, в Александровске, но такие более сейчас могут спокойно делаться. Да, согласна. Надо хорошо знать, если это 2D проект, надо знать вот эти все тайлы юнтиские, как их разбивать, атласы, текстур, там сплайновая анимация вот этих персонажей. В целом, плюс еще environment настраивать, то есть там terrain создавать, вот это все, расставлять объекты, это тоже game environment artist или level design, конечно, этим занимается. Плюс еще востребовано, получается, UI на Unity, кто умеет расставлять, хороший, потому что в Unity UI почти не скейлится, а если вы хотите делать мобильные приложения с помощью Unity, то там самый большой затык, это вот собрать UI, то есть дизайнер нарисует этот UI, а его красиво собрать на Unity, это таща головоломка, чтобы текстуры, иконки не были замылены, чтобы на каждом устройстве они отображались в нужном месте, то есть там надо знать вот эти вот системы UI. Это не так сложно, когда делаешь десктопное приложение в целом, а когда есть какое-то сложное мобильное приложение, где не только игра, но еще какие-то там магазины, то есть у вас просто не скейлится интерфейс, у вас иконка вот такая амбальная на маленьком телефоне, но она хорошо смотрится например на более каком-то стандартном телефоне, но на маленьком телефоне можно вообще не открывать это приложение, потому что там все съезжает, все кнопки большие некрасивые. На iOS? Ну да. Так, ну в целом по сегодняшнему туториалу у меня все, то есть не забывайте создавать кэш для флюида перед тем, как все рендерить или даже перед тем, как настраивать получается освещение, окружение. Человек говорил не про игры, а про анимацию. То есть в основном мультфильм таких небольших неизвестных. спасибо за внимание. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.